Прямо в эти минуты в Центре управления регионом проходит прямая линия с губернатором Алексеем Русских. Вопросы главе региона собирали больше месяца. Их удалось собрать больше трех с половиной тысяч. Прямо сейчас здесь, в этой студии, находятся все министры Ульяновской области. Вместе с Алексеем Русских они также отвечают на вопросы жителей нашего региона. Прямая линия губернатора – это важнейший инструмент обратной связи с населением, которым глава региона эффективно пользуется. Прием вопросов и обращений граждан также велся на протяжении всего эфира. Традиционно людей беспокоят проблемы во всех сферах жизни. Хочется отметить, что большинство вопросов касается проблем ЖКХ, водоснабжения, уличное освещение, благоустройства. Много вопросов по дорожному хозяйству, много вопросов по здравоохранению, по организации школьного питания. В этом году к сбору вопросов, кроме площадок Центра управления региона, присоединились площадки общественной палаты. Коллеги тоже собирали вопросы, общались с жителями. На многие вопросы и обращения жители уже получили ответы. Ряд проблем уже удалось решить. К нам поступают благодарности от жителей, что проблемы уже решены, несмотря на то, что примарение еще только предстоит. И, безусловно, это отличный срез общественного мнения для того, чтобы понимать, какая проблематика на сегодня волнует людей. В Ульяновской области заметно похолодало. Поэтому многие вопросы касались начала отопительного сезона. Ульяновцы интересовались, когда тепло поступит в детские сады. Жители Димитровграда предложили пустить тепло в многоквартирные дома, не дожидаясь среднесуточной температуры 8 градусов. Ульяновская область сейчас на 100% готова к тому, чтобы включить отопление дома в объекты социальной инфраструктуры. Что для этого требуется? Во-первых, я должен сказать, что есть определенные нормативы, которые утверждены на федеральном уровне. И мы на них, прежде всего, ориентируемся. Но у нас есть стопроцентная возможность по заявлению включить отопление раньше. Еще одна проблема, особенно актуальная в зимний период – уличное освещение. Губернатору поступило множество вопросов на эту тему. Глава региона подчеркнул, что ситуация с уличным освещением по всей области непростая. Но работы в этом направлении ведутся полным ходом. С прошлого года мы, область, взяли эту тему на контроль. Разработана программа. Мы в этом году осветили порядка 48 километров в 30 участках. Это по всей области. На 2023 год планируем порядка 60 километров осветить. То есть работа ведется, работа ведется большая. Мы ее и дальше будем продолжать. Во время прямой линии ульяновцы звонили не только с вопросами, но и с благодарностями. Молодая мама Екатерина поблагодарила врачей детской инфекционной больницы за самоотверженный труд и попросила главу региона решить вопрос с благоустройством медучреждения, условия в котором оставляют желать лучшего. Глава региона рассказал о том, что в Ульяновске уже ведется строительство нового детского инфекционного корпуса в районе ЦГБ. Строительные работы планируется завершить уже в 2023 году. Прямая линия с губернатором продлилась два часа. За это время губернатор Алексей Русских ответил лично на несколько десятков вопросов, которые волнуют ульяновцев. Даже те вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, находятся на контроле губернатора и будут решены. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.